Добрый день, друзья! С вами канал Кур в Мегаполисе. Меня зовут Эдуард. Обещал я как-то вам рассказать об окупаемости моих инкубаторов. Ну, как вы видите, у меня один из инкубаторов это ОВА-78, а второй МБФ-200. Вот. Ну, кто меня смотрит, знает, что я все циферки, связанные с птицеводством, записываю и потом вам о них рассказываю. Так что вот, владею полной информацией об окупаемости этих инкубаторов. Вот. Ну, это один из поводов снять этот ролик. А второй повод, как раз вот тут все так сложилось, был вопрос жены об окупаемости также вот этих инкубаторов. На мое предложение купить еще один. Я долго выбирал, какой мне приобрести инкубатор. Ну, места у меня немного. Ну, и, в принципе, профессионально я как бы не занимаюсь продажей цыплятам, инкубационного яйца. Все это у меня на уровне хобби. Основные мои покупатели, это мои друзья, знакомые птицеводы. Ну, и сейчас еще прибавились и мои подписчики, которые смотрят мой канал. Ну, и тоже вот хотят приобретать цыплят у меня. Ну, это подписчики из Самарской области и близлежащих областей, которые тоже ко мне приезжают за цыплятами. Ну, так вот, мы с женой сели, посмотрели все наши записи. Я говорю, давай посчитаем за прошлый год, сколько раз у нас окупился инкубатор вот этот вот, например, НБФ. Ну, об этом я чуть позже расскажу. А сейчас мы в цифрах, вот на примере моего хозяйства, посмотрим по ОВА и по НБФ. Какие же здесь у нас расчеты получаются и насколько быстро можно эти инкубаторы окупить. Ну, здесь я могу сказать, есть как бы три направления. Три направления инкубации, это, например, бролеры, бролерные цыплята. Да, яйцо до последнего времени мне обходилось в 35 рублей. Вот сейчас у меня тоже в инкубаторе заложены чешские росы 308-е, также чешские доминанты с цветным яйцом. Я вот взял, видите, пасхальное яйцо там, салатовое и голубое будет. Вот, и галашейка французская. Это все в НБФ заложено. А в ОВА я инкубирую от своих царско-сельских яйцо, там пол инкубатора. И половина инкубатора занимают перепелиные яйца. Вот, ну вот с бролеров мы начнем. В общем, до последнего времени. Расчеты я делал еще несколько дней назад. Сейчас ситуация немного изменилась. Яйцо инкубационное чуть подросло в цене. Ну вот на тот момент, когда я считал инкубационное яйцо чешского роса 308-го, мне обходилось в 35 рублей. Ну вот в ОВА помещается 78 яиц. Это на 2730 рублей. Так, скажу сразу, что электричество, я тоже здесь все это учитываю в расчетах. Скажу, что ОВА и НБФ практически потребляют электричество одинаково. Один на 170 рублей, другой на 180 рублей. То есть потребление электричества здесь даже меньше, чем в брудере. В брудере типичном. Так вот, значит, ну за вывод я взял средний процент вывода по бролерам. Это 90%. Ну вот, в общем, с учетом вывода получается, что у нас 78 яиц мы заложили в ОВА. Вывелось там 70 цыплят, да? Это на 5600 рублей. Цыплят я продаю по 80 рублей. Продавал. Хотя сейчас уже цены у нас в Самаре поднялись. И цена на бролеров от 80 до 95 рублей. Вот. За минусом затрат на яйцо, за минусом электричества. Получается, что мы с этого вывода заработали 2700 рублей. Инкубатор ОВА мне обошелся в 15400 рублей вместе с доставкой. Вот. То есть 15400 мы делим на 2700. И получается, что с шестой инкубации у нас уже пойдет прибыль с этого инкубатора ОВА. Вот. Если рассматриваем мы НБФ, то здесь, значит, мы закладываем 200 рублей. И с учетом выводов, так сказать, с седьмого, вот ровно 6 инкубаций нам потребуется, чтобы мы погасили все расходы по покупке этого инкубатора. А седьмой инкубации уже у нас идет прибыль. Но это вот то, что касается бролеров. Тут как бы много на них не заработаешь, можно сказать. Несколько лучше дело обстоит с перепелами. Я вот опять же на своем примере могу сказать, что перепеленное яйцо мне обходится в рубль 52. В НБФ, вернее, начнем с ОВА, умещается 220 яиц на сумму 334 рубля. Ну, вывод тоже я беру здесь средний, 80%. Бывают больше, бывают меньше, но вот средний вывод я посмотрел по своим записям, где-то 80%. В общем, вывод выходит, да, перепелят я продаю по 35 рублей суточных. Ну и, соответственно, с одного вывода мы можем заработать 5656 рублей. И, соответственно, инкубатор у нас начнет окупаться при выводе на перепелиных яйцах с третьего раза. Вот уже третья инкубация, она нам начнет приносить прибыль. С НБФ такая же ситуация. В НБФ я закладываю 590 штук. Вот, и тоже с третьей инкубации он уже начинает у нас окупаться. Получается, что с одной инкубацией перепеленных яиц при полной загрузке я получаю 15443 рубля. Да, я забыл сказать, что НБФ мне обошелся вместе с доставкой в 43500 рублей. Вот, что еще дальше? А, да, теперь переходим к следующей категории. Птица – это породная птица, куры. Вот я занимаюсь царско-сельскими, пушкинскими, австралорпами, надеюсь, вот сейчас тоже займусь. Ну и яйцо. Начнем опять с цены яйца. Яйцо мне обходится в 5 рублей 30 копеек от моих курочек. Вот, в ОВА, опять же, умещается 78 яиц. За вывод я тоже так же беру 90% примерно. Хотя, конечно, тут со своей птицей ситуация чуть лучше. Ну вот, берем 90%. Ну и с одного вывода мы зарабатываем за минусом затрат на яйцо, за минусом затрат на электричество 9947 рублей. Но это все вот реальные цифры, которые я беру из своего хозяйства. И получается, что у нас уже через полторы закладки уже начинается окупаемость этого инкубатора ОВА-78. То есть, со второй закладки мы уже начинаем получать прибыль. С НБФ ситуация практически такая же. Тоже со второй закладки уже идет прибыль. Цыплят я скажу, что я продаю по 150 рублей суточных от пушкинских, от царско-сельских курочек. Вот, ну с учетом того, вот опять же, с учетом закладки у нас получается в НБФ 200 яиц мы закладываем. Вот, это яйцо 5.30 на 1060 нам обходятся эти яйца. Вот, ну и потом, когда продаем за минусом затрат на электричество, на яйцо, мы получаем прибыль с НБФ от 25760 рублей. Вот, так что вот такие цифры у нас получились. Ну и после того, как мы посчитали с женой прибыль за год, скажу, что вот реально НБФ у меня за прошлый год, он окупился 5 раз за год. Вот, так что, в принципе, если занимаетесь породной птицей, то достаточно быстро происходит окупаемость этих инкубаторов. Ну и по факту всех этих расчетов мы с женой вот приобрели еще один НБФ 200, который я завтра тоже буду загружать яйцом, росом 308 Чехия. Уже эти цыплята предоплачены. Вот, ну и надеюсь, что этот инкубатор тоже достаточно быстро у нас окупится. Всем удачи, друзья, всем всего хорошего, подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе и оставайтесь с нами. Если остались какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу.